Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители и ученики! Сегодняшний праздник посвящен знаменательному событию в жизни наших выпускников. Сегодня, 24 апреля 2015 года, для учеников 12 класса, юбилейного выпуска нашей школы, прозвенит последний звонок. В течение 12 лет выпускники знак уважения стоя встречали класс коньячих учителей. Так давайте же сегодня стоя встретим виновников торжества. 12 класс. Просим в зал. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выпускники, абутриенты, гости. Сегодня замечательный праздник. Для наших выпускников прозвенит последний школьный звонок. 12 лет назад вы пришли в школу маленькими совершенно, первоклассниками, и вот 12 лет позади. Много это или мало? Конечно, вы ждали этого дня, особенно в последние годы. Когда же наступит последний звонок, когда мы уйдем из школы, чтобы быть совершенно свободными, да? Но у вас будет еще в жизни много звонков. Но школьный звонок особенный. Сколько их прозвучало для вас за эти 12 лет? Как-нибудь на досуге посчитайте. Наверное, очень много. Я хочу пожелать вам удачи, чтобы везде она сопутствовала вам быть коммуникабельными, пробивными в современном мире, который очень сложен, и все будет зависеть от вас, как вы сумеете найти свое место, свою нишу в настоящем мире. Я желаю вам всем счастья, чтобы все у вас было прекрасно в вашей жизни. Удачи вам еще раз. Счастья и на экзамене, ни пуха, ни пера. Спасибо вам. Счастья и на экзамене, ни пуха, ни пера. Счастья и на экзамене, ни пуха, ни пуха, ни пера. Счастья и на экзамене, ни пуха, ни пуха, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Утро саркой на берегонке. В этот берег стоит для каждого, И вокруг проверки за земля. Самое заветное и важное Открывают на учителя. Ты даришь слухи, ты даришь краски, И ошиваю детские сказки. От классики, дороги, труба Все даришь, любимая школа. От классики, дороги, труба Все даришь, любимая школа. Казалось бы, совсем недавно Сегодняшние выпускники учились в первом классе. Так давайте же выслушаем их в первых классах руководителей. Наталья Арман и Ирина Крешнева Вы знаете, один из плюсов начальной школы Повозился с вами 4 года, А через 8 лет пригласили на праздник. Здорово, правда? Идите учителя начальной школы. Ну что мы хотим сказать? Что мы, конечно, вас очень любим, Переживаем, радуемся до вас, гордимся вами. И вот я сегодня немножко приготовила там слайд-шоу, Ну сейчас Ирина Евгеньевна скажет, А потом вот мы вам покажем, Я покажу вам немножко вас, Какие вы были маленькие. Ребята, ну вот и закончилось ваше детство, Начинается у вас взрослая жизнь. Я хочу вам пожелать, Чтобы вы шли все к своей мечте, Боролись за мир, Нашли свое счастье, Берегили Ирина. Ну а сейчас самое главное, Вам удачно сдать экзамены И поступить туда, куда вы запланировали. Всего вам самого хорошего и доброго. Спасибо. Это помните, мы с вами ездили в шахту популярную, да? Вот такие вы были. Горнодобывающие работники. Аккуратно. Привет. Давай, пошли, пошли, пошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо. 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 Двенадцатые классики готовы? Три, четыре. Пусть будет так, как ты там хочешь. Правильно? Желаю всего хорошего. Но у них экзам 27-го, Поэтому мы им пожелаем что? Три, четыре. Ни пуха, ни пират. Три, четыре. Аплодисменты. Аплодисменты Детец плотен, как кружил по двору, И на солнышке жуки усачи Дружно песенку поют про весну, По асфальтонам стучат каблучки, Отвечает им на гонку копей. Я сегодня увидала весну, На кошке распустилась тирень, Стихны дюби и метели, Позабыты холода, Словны в старой доброй сказке, В гости к нам пришла весна. Детец плотен, как кружил по двору, И на солнышке жуки усачи Дружно песенку поют про весну, По асфальтонам стучат каблучки, Отвечает им на гонку копей. Я сегодня увидала весну, На кошке распустилась тирень. Аплодисменты 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 Сегодня ваш праздник, последний звонок, последний звонок на последний урок. И вам желает первый класс добрый путь и в добрый час. Дорогие выпускники, каждый год по традиции мы на последнем звонке отмечаем лучших спортсменов школы. И сегодня мы не изменяем свои традиции. Мы сегодня будем вручать медали тем, кто на протяжении многих лет не жалеет себя, не жалеет своих сил, своего здоровья. Не припираясь, выходил на соревнования и защищал честь школы. Ну, наше поздравление в стихотворной форме, не обессудьте, что получилось. Не зря в народе говорят, мал золотник, да дорог. Перечислим мы подряд ее достоинств ворог. Эрудиция блистает, остроумна и умна. И в команде по футболу, ну, конечно же, она. Она спортивная и азартная, никогда не подведет. Она играет в теннис классно, очки команде принесет. Все ей признанно, любима, в волейболе просто дива. Играет как профессионал. Сражала всех подачей на повал. Умеет все, соревноваться и учиться. И вот я думаю, когда ж еще случится, Такую встретить, как Шибалова Елена. Прошу, медали учить мне, непременно. Какая подача соперник разбит. Кто же над сеткой, как птица парит. Мяч не пропустит, надежно всегда. На волейбольной площадке звезда. Играет без страха, серьезно, умна. При всех этих качествах очень скромна. Так жаль расставаться со спортсменкой такой. И с классной девчонкой с открытой душой. Ее не скрывать нам нет причины. Это умница Родионова Кристина. Они нашу школу всегда прославляли, Когда в баскетбол отважно играли. Не жалели себя, очки добывали. Мяч очень точно в кольцо бросали. Судейской бригадой были они. Все игры судили, считали очки. Без них состязаний не провести. Где же таких судей теперь нам найти? Еще они просто девчонки класс. Надежные очень. Выручали не раз. Физкультуру сочковать не любили они. Несмотря на то, что тренировки трудны. В баскетбольной команде огромная их роль. Имена этих девушек услышать изволь. Вика, Алина, Катя, Николь. Вот кто в баскетболе настоящий король. Николь, и Катя, и Вика, и Алина. Не давали вам вручить. Есть основания. Есть причины. Алина, Катя, и Вика, и Вика, и Вика, и Вика, и Вика, и Вика. АПЛОДИСМЕНТЫ В разгаре жесткая игра. И гол забить уже пора. Недолго ждать нам довелось. О чем мечтали, то сбылось. Про них сказали всех порвут. И вот с победой девушки идут. Девчонкам лучше бы балетом заниматься. Но нет, на поле на футбольном им сражаться так нравится, что лучше спорта нет. Соревнования, тренировки в радость – вот ответ. Нам всем они знакомы, не секрет. На футбольное поле выходили снова и снова Ларченко Кристина, Кустова Соня и Катарина Кудалова. Примчался в зал и мяч схватил, ногой ударил, гол забил. Не важно, что кругом девчата, что их ударом не убил. Все это было много лет назад. Был пацаном, все делал наугад. Теперь же Чинин благоводен, он с бородой и по-прежнему в футболе превосходит. В команде школьной с честью он играл, и без него не попадали бы в финал. Настольный теннис и хоккей и волейбол во всем участвует, везде так нужен он. Спасибо за твои успехи, спасибо, что сумел ты повзрослеть. Ведь выходил ты на площадку не для потехи, а для того, чтобы победу нам иметь. Будет на футбольном поле жарко, если наш спортсмен туда придет. Говорю я вам о Вейде Марка. Нашей школе он медали принесет. К сожалению, я его не вижу в зале. Ну давайте похлопаем. Парень спортом увлекался, классно он в хоккей играл. На футболе так старался, что вратарь с ворот сбегал. В волейболе он над сеткой словно бабочка порхал. И часто теннисной ракеткой во все стороны махал и победу нашей школе непременно добывал. Если те соревнования утром рано проведут, то найдется основание, ведь с уроков уведут. И тогда с двойной силой биться будет он всегда. И с победою красивой в школу вдруг придет звезда. С такими спортсменами всегда победим. Без тебя будет трудно, Аксенов Владимирович. Раз, два, три, полет, приземление, и вот в тройном прыжке у нас рекорд. Он в шестом еще может прыгать, и барьеры пробежать, и ядро умеет тоже очень далеко долгать. Он суперспортивный, он легок, прыгуч, и спринтер он дивный, и стая могуч. Все делать умеет, с азартом легко, себя не жалеет, когда приносит очко. Кому стихи мы посвящали, тут не надо лишних слов, вы, конечно же, узнали. Это Эдик наш, Дроздов. Осень, ветер, дождь и холод, играть в футбол пришла пора. Ни погода ведь, ни повод, ждет серьезная игра. Он всегда пойдет сыграет, даже дождь не подведет, никогда не опоздает, и тогда успех нас ждет. Очень он спортивный парень, если нужно, кросс и спринт удивлял нас всех в спортзале. Он спортивный мундеркинт, выходи сюда поскорее, медаль получает Якунин Алексеев. Наша школа славится пловцами, и в этом выпуске есть такой. Отлично сложен, взгляните сами, красавец парень. Он пловец крутой, не раз медали добывал для школы, легко плывет, как рыба в море он. Я вам скажу, ведь это не приколы, есть в нашей школе чемпион. Да, впрочем, мог бы волейболом заниматься. Прекрасно он освоил этот спорт, и не дай бог кому-то повстречаться с ним на площадке, обыграет он. Он уже вырос, совсем не ребенок, спортсменом настоящим стал. Конечно же, это Эдгард наш, Гайчонок, для нашей школы старого года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РАКЕТКА, ШАРИКИ, ТЕННИСНЫЙ СТОЛ В ЗАЛЕ КОМАНГЫ В ЗАЛЕ КОМАНТЫ В ЗАЛЕ КОМАНТЫ В ЗАЛЕ СОБАНТЫ В ЗАЛЕ КОМАНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И тут очевидно Велика и югода Тебя за классную игру Игру благодарим И золотую ему медаль Сейчас дадим Наскольный тыл Никогда не забывай И наши поздравления Принимаем АПЛОДИСМЕНТЫ Вот перед вами стоит Золотой фонд спортивной В нашей школе Еще раз спасибо вам большое за все то, что вы сделали. Успех и фонтарка в следующем жизни. Пусть каждый из вас установит еще какой-то свой жизненный рекорд. И чтобы в вашей жизни все состояло, что вы задумали. Спасибо. Я рисую на огне, мир почти такой, как наш. Я рисую на огне, акварелью и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, свежим счастьем, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем огне. Я рисую этот мир, где ни слави, ни горя нет. Ты посмотри, пусть не в этот мир. И добровь себя дарит, ты, который нужен мне. Краски яркие возьму, пусть моя рисовнет пись. Я рисую ту страну, где для слез причины нет. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. И я рисую эту страну, где для слез причины нет. И я верю, что тогда каждый день свою возьмет. С наших опыт доброта, в настоящий не пойдет. И наступит долгий век, без обид и взлет глаза. Ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем огне. Я рисую этот мир, где ни слави, ни горя нет. Ты посмотри, пусть не в этот мир. Все доброе всегда царит, мир, который нужен мне. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Я рисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри на моем огне. Я рисую этот мир, где ни слави, горя нет. Ты посмотри, пусть не в этот мир, где ни слави, ни горя нет. Ты посмотри, пусть не в этот мир, где для слави, ни горя нет. Ты посмотри, пусть не в этот мир, где ни слави, ни слави, ни слави, ни слави, ни слави. Умничка. Ну а теперь на сцену приглашается Ирина Петровна. Я хотела бы поблагодарить сейчас тех ребят, которые когда-то в самом-самом детстве принимали участие в государственном празднике, празднике песни и танца. Снега не было, но дожди были. Вместе с классным руководителем прошли все поля праздника песни и танца и оттанцевали. Я прошу встать те, кто присутствует сейчас в зале, из тех, кто танцевал на празднике песни и танца. И классного руководителя, которая на всех полях была вместе с ними и знает, что такое участие в таком большом празднике. Большое вам спасибо. 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 Я хочу отметить, что следующая пародия была сделана в исключительно юмористических целях. Никаких злых намерений не подразумевалось при написании сценария. Сегодня пятница, в 12.00 по эстонскому времени, и мы начинаем прямую трансляцию 12-го заседания Учительского комитета в Остамяйской гимназии 2015 года. Решать проблемы гимназистов сегодня будут представители Остамяйской гимназии. Профессор филологических наук эстонского языка Анна Тайна. Профессор математики Вероника Вальдемайровна Кришна. Профессор биологии Светлана Газиевна Алхасова. Профессор химко-математических наук Ольга Геннадьевна Зверева. Профессор филологии английского языка Зинаида Дмитриевна Бакарова. Трехкратный чемпион мира по танцевальному многоборю всех видов Светлана Николаевна Русникина. Которая, видимо, немного задерживается. А также почетный гость, инженер-строитель Александр Александрович Числов. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые ученики. Добрый вечер, уважаемые учителя. Очень рад вас всех сегодня здесь видеть. Очень жалко, что остальные учителя не смогли прийти. Итак, внимание. Первый вопрос. В этом году школа будет закрыта на евроремонт. Сроки окончания ремонта точно неизвестны. Но целый год детям нужно будет где-то учиться. Начальная и основная школы будут переведены в одиннадцатую школу. Внимание, вопрос. Раздается гонг. Но технические неполадки. Где будут учиться гимназисты? Так. Итак, у нас запрос ответили только бежевые. Пока ломались и убили. Давай, записывай, записывай. Колома – отличная идея. Рядом в городом удобно добираться. И портовка бесплатно. А еще там есть баня. Баня? Именно. После тяжелого дня, после всех этих уроков, после всех этих подготовок. Так хочется расслабиться. Баня – это, конечно, хорошо. Но колома еще и большая. Что у нее в первую смену? Ну да. Кажется, ответ очень вреден. На вопрос отвечает Анна Тайм. Спасибо. Но мы выбрали, что 12-я школа будет учиться в СИКУПИЛе. А теперь, внимание, правильный ответ. В 2014-2015 учебном году гимназисты будут учиться в СИКУПИЛе. 1.0. Господин Якуниан. Мало того, что вы оделись в несоответствии с расходом нашего комитета, так вы еще едите фисташки во время игры. Что это такое? А ты кто такой? Второй раунд. В первой половине нового учебного года государство не сможет выделить деньги на питание гимназистов, так как они появятся только с нового года. Внимание, вопрос. Как обеспечить гимназистам питание? Не зря говорят, что математика — это жизнь. Женый матч, паси жух. Зина, вы опять на диете, что ли? Сэмопик. Кафе, ресторан, кантинь. Так, слушая меня, в чем проблема? Возьмем и нахимичим. Внимание, у нас досрочный ответ отвечает. Ой, быстрее. До конца 2014 года еды не будет, а с 2015-го наша школа получит нужное количество химических веществ для создания нашей собственной еды. Внимание, правильный ответ. Денег нет, питания тоже нет. 1.1. Третий раунд. В последнее время гимназисты совсем расслабились и стали опаздывать даже, когда им надо идти ко второму уроку. Внимание, вопрос. Как мотивировать учеников не опаздывать на учебу? Извините за опознание. Спасибо. Ученицы, учителя не опаздывают, учителя задерживаются. Что ученики, что учителя? Так, вернемся к нашим баранам. Это она что, для мужчинка? Я считаю, что ополтозов не будем кормить. Или заставить их учить в концу скистей. Да, есть такие. Нет, в какой случае расскажут об особенностях опорно-двигательной системы, а то только и знают, кто работает в желудок. У меня есть конструктивное решение этой проблемы. Никаких поблажек. Для опоздавших двери будут закрыты и столовая не предусмотрена. Внимание, правильный ответ. Двери для опоздавших будут закрыты и питания не будет. Два, один. Танцевальная пауза, дорогие зрители. Сегодня в гостях у нас танцевальный коллектив Лосномяйской гимназии. Лосномяйской гимназии Лосномяйской гимназии Лосномяйской гимназии Лосномяйской гимназии Лосномяйской гимназии Субтитры сделал DimaTorzok Ученики нашей гимназии, в частности 12-й класса, хотели бы до своего выпуска услышать новый звонок. Внимание, вопрос. Какой же звонок нужно поставить, чтобы он был приятный на слух и вносил разнообразие в школьную жизнь? Мам, что происходит? Сядь. Девай. Девай. Это нужно. Девай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, знатоки! Время вышло! Внимание, правильный ответ! АПЛОДИСМЕНТЫ 2-2 В конце выпускного класса ученики должны готовиться к экзамену. Внимание, вопрос! Должны ли ученики ходить в школу в промежутках между экзаменами? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже ученики! Упорно ученики! Ну кто упорно, а кто плойка! Так, стоп, а как же зачерп о биологии? Я устала его переносить! Я уверена, что ученики его тоже не переносим! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, шутки в стороны! Куда им ещё-то заниматься, ну? А вот реально жизни ему поблажек не будет! Света, сейчас плюну! Так, всё! Досрочный ответ! Я считаю... Извините... Мы считаем, что ученики не должны заниматься во время сдачи экзаменов! Внимание, правильный ответ! Не должны! 3-2 АПЛОДИСМЕНТЫ Как всегда победила команда знатоков! Спасибо всем за эту прекрасную игру! Напоминаем вам, что сегодня 12-я финальная игра самой длинной в истории серии игр «Что, где, когда» В связи с этим мы хотели бы поздравить всех участников предыдущих игр! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первым человеком, встретившим на пути наших юных знатоков, была их первая учительница. Они любили ее нежно и безропотно, слушая магические слова, которые она произносила. Знания входили в их голову с этими словами, но большинство тут же выходило через неприкрытый рот. Но упорство первых учителей не знало границ. Букет обручается Ирине Крешневой и Наталье Артур. В звание хранителей и праздничный букет обручаются учителям, научившим нас говорить, читать и писать на разных языках. Выпытая Анна Тайнер. Выпытая Моника Суала. Учителя Нина Раусска. Птичья Татьяна Турвякова. Птичья Зинаида Макарева. Профессор Зинаида Макарева. Вы открывали нам волшебный мир, а мы смотрели на вас восхищенными глазами и ничего не понимали. Простите нас за пропуски, за опоздания и не сделанные домашние задания. Спасибо вам. Звание хранителей и праздничный букет обручаются учителям математики. Вероники Хриштей и Светлане Емберской. Мы благодарим вас за терпение и настойчивость. За то, что два на два всегда было четыре, несмотря на наше сопротивление. Звание хранителей и праздничный букет обручаются учителям истории Кристины Ря и истории танца Светлане Брусникенов. Изучая прошлое, мы учились на чужих ошибках и успеваем совершать свои. Хотим пожелать нашим учителям, чтобы они всегда занимали достойное место в прошлом наших учеников, а их знания самым непосредственным образом влияли на их будущее. Звание хранителей традиций и праздничный букет обручаются учителям. Биология Светлане Алхасовой. Физик Ольга Неполю. Химия Ольга Зверя. Благодарим вас за порой черные попытки вывести нас из состояния человека прямоходящего в человека разума. За то, что приливали нам знания законов. И не только законов Фарадея, Ньютона и правил буракчика, но и законов жизни и правил поведения. За то, что помогали нам грызть, хранить науки, используя самые разнообразные средства в качестве катализаторов данной реакции. За то, что в руке наших знаний выделяли золотые крупницы. Звание хранителя традиций и праздничный букет обручается учителю информатики Светлане Печенко. Хотелось сказать вам спасибо за то, что, используя знания информатики, мы можем составить программу нашей жизни. Смело идти по весь девизам. Нам PowerPoint лишь в жизни помогает, а HTML ласкает слух. Звание хранителей традиций и праздничный букет обручается учителям физкультуры Людмиле Степкиной и Владимире Гробовской. Благодарим за то, что вы учили нас в обязательной приятности, покорясь в своем городе, выросли, покорясь в горшину послепольного кольца. Звание хранителя книг и литературных традиций и праздничный букет обручается Наталье Сосинковой. Простите нас за утерянные и испорченные учебы. Спасибо за все это. Также праздничные букеты обручаются Анатолию Кравчуку. Благодарим вас за мою подготовку. Праздничный букет обручается Игорю Копытьевым. Благодарю вас за мою подготовку. Благодарю всех работников школы и столовой за чистоту, уют и здоровое питание. Сегодня мы выпускники, и всем вам хочется сказать спасибо за ваш труд. Но особые слова мы говорим нашим классным руководителям. Мы говорим вам спасибо за то, что вы для нас всех сделали за эти годы. Мы ценим и урожаем ваш труд и вашу заботу о вас. И в свою очередь обещаем вам не подвести вас и добиться в жизни чего-то большого и важного. И через несколько лет встретиться с вами и рассказать вам о своих успехах.